Всех привет и прямо на просторе мы продолжаем проводить FIFA 19 История Хантера, ну давайте посмотрим что мы можем там одеть, там у нас здесь штуки видно, слишком дофига всего внешнего вида, только вот это вот Токио, ну это не особо интересно мне так, внешний вид, это тату что ли, нафиг мне это вообще надо. Рыбка в глубине, блядь, корабль, пускай будет корабль, фиг с ним. Так, форма, бутце, что мне не особо повезло, давайте в них побегаем, какие-то белые мне нравились. Мы с ними забивали больше и все основное. Ну что, Токио, поехали дальше, что у нас уже ждет, сейчас мы узнаем. Скорее всего тут Крепатчик сейчас будет, да? Потом игра. Да, вот мы встретились. Прям важное решение, но я за Алекс буду. Ну что, погнали. А если мы его выиграем, он проиграет контракт, что не подпишет, получается, мы ему карьеру всю испортим, что ДНР, другу, блядь, Александра Хантера. И он по СЖ перейдет, блядь, ему посоветует, давайте сюда и оттуда выйду, да? Константин Генич и Георгий Черданцев говорят вам привет из Японии. Сегодня вашему вниманию трансляция матча за третье место, в котором Парис Энжермен сыграет против Арсенала. Мне кажется, нас ждет очень интересный матч сегодня. Алекс Хантер впервые встречается со своим бывшим клубом. И эту тему успели изрядно обсудить перед матчем. Ну что же, благодаря этому матчу у нас получается интересным. Сразу два повода нашлось, чтобы о нем говорить. Об одном ты уже сказал, а второй это встреча на поле Хантера и Уильямса в составах разных команд. Это состав Парис Энжермен. Эта схема чересчур консервативна, согласен Костя? Ну посмотрим, как она будет. Буфон в запасе. Это тот человек на воротах, блядь, Арсенала. Азилу напоим. Китаряну напоим видно. Эликштейн, Мустафе. Закраться в запасе. Ремзи тоже в запасе. Вот и подошел турнир к своей развязке. Уже совсем скоро мы узнаем имя победителя. Очень сложно предсказать исход этого поединка. Такой путь команды проделали на пути к этому финалу. Ну че, наш матч начинается, господа. Команды разыграли мяч в центре поля. Финал начался. Хороший турнир со своей историей, конечно. В нем нет лоска и денег еврокубков. Но тем не менее, без оборотов и совершить сезон с трофеем. Игры на первой команде, которая постарается сегодня сделать. Убирайте. Да ладно. Каждая команда постарается это сделать. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него стоит. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Контратака не прошла. Соперник успел отойти назад. Финал. Бля, хорошие пасы они играют, блядь. Вот это пасы они дают, а. Мбаппе. Адриан Рабьер. Меньер. Что-то они там зависали, блядь. А вот Томас Мюллер Константинович. Как он сегодня сыграл? Последний матч он очень хорошо провел. Оформил дубль. Он очень всегда опасен впереди и защитники от приказа. Ааа, хороший был пас на Мюллера. Хороший, встречаясь, штрафной. Какой-то, знаете, между собойчик. Уллер. Уллер. Удар. Блядь, лучше подождал чуть-чуть, может там. Выкрутился бы и мне дал пас бы, а. Мяч в игру введут футболисты Арсенал. Уильямс. И разрезающий пас на хор. Наносит удар игрок. Хороший был удар. Прекрасный. Переводит мяч через перекладинь. Ну, вратарь ПСЖ спасает эту ситуацию. Ну, что теперь угловой наши ворота, они решили поздавать. Сейв, но пока продолжается. Ёп твою мать, Арсенал побеждает. 1-0 со счетом. Мустафе что ли забивает? Нет, Азил, Азил. Офигеть, Азил забивает нам гол. Туреру на самом деле на сам себя не похож. Вот такая вот печаль у нас, господа, блядь. Азил у нас побеждает. И мы начинаем в середине поля. Тиаго Сила. Мбаппе. Кантер. Адриан Авробьер. Спасибо за пас. Не, хороший пас, но Миллер так не ударил нормально. Надо было принимать, а не бить сразу. С мячом Дэниел Уильямс владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Блядь, ну куда так давать, а? Опасный момент был. Блядь, они наших защитников, блядь, справляются с ними. И выбить зарабатывают главой. Арсенал что-то заиграл. В этом матче. А если бросить, с ума сойдем, да? Блядь, я не ожидал этого поворота событий. Плохой момент. Ну какой плохой момент-то, блядь, а? Штефан Лиштайн. Подача на Дэни Уильямса. Ким Пембе. Меньев. Адриан Авробьер. Томас Миллер. Хороший пас, ё-моё. Неймар. Адриан Авробьер. Блядь, ну передержали чуть мяч-то, блядь, а? Вот почему я вот хочу, блядь? У меня шанс такой хороший. Вытянь воротом. Нет, он проебал. Мустафи. А, я так близко был Мустафи, но увы. Не смог я одолеть его. Вот эта пересезонка в этом сезоне и была порта по СЖ. Игра. Охуеть, он забивает гол. 2-0 на 43-й минуте. Охуеть просто. Вот это просто событие. Сегодня он проводит отличный матч, и к этому футболисту надо повнимательнее присмотреться. Давайте посмотрим ещё один повтор, только с другой камерой. Поздравляем. Поздравляем. Младчина выполнила свою задачу. Наверное. Мбаппе. Алекс Хантер. Марко Верать. А он какие-то вялый, блядь, пиздец просто играет. Алекс Хантер. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Блядь, это пиздец. Они ещё теряют мяч. Это кажется слишком странным всё. Всё, заканчиваем у нас первый тайм со счётом 2-0. Мы проигрываем этот матч. Дальше продолжаем. Так, Галло, понятное дело, всё остальное понятно. Мы вообще ничего сделать не можем. Что-то слишком странно, слишком всё странно. У нас только что начался тайм второй. Уильямс. Генрих Мхитарян. Озил. Дэнни Уильямс. Генрих Мхитарян. Филип Бернард с мячом. Несут Озил. Мхитарян! Блядь, стронтально. Есть возможность забить мяч в ворот. Заблокирован. Вообще очуменный был пас. Точнее удар, блядь. Но при этом, блядь, наш защитник справляется с этим ударом. Смотрите, он своим телом, блядь, головой. Он головой отбил. Вы видели это, блядь? Головой защитник отбивает. Он же капитан команды о чем-нибудь. А, Мбапо же купили в этом, летом точняк. Он же был в Монако. Монако, блядь. Да что за фигня-то вообще? Мы еще нарушили? Как мы нарушили-то? Верный момент, чтобы забиться штрафного. То Вильям бил. А че нет, ему дают еще удары давать. Блядь, близко был, слишком близко. Молодчина. Миньет. Ждем судейского свистка, замена готова. Игрок стоит уже на опровке и ждет выхода на поле. Дэни Уильямс, как тебе его играть, Константин? В первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться, и его команда выигрывает. Хороший удар. Но, слава богу, мимо. Ну че, мы продолжаем удары в девять у нас три. В данный момент Арсенал нас переигрывает полностью. Мы вообще ничего сделать не можем. Ой, бля, понятное дело. Не, расстановка не та, блядь. Эмири ушел отсюда и все, пошел, блядь. А, точнее, Эмири нас же, блядь, перешел в Арсенал. Он сейчас отомщивает, блядь, в ПСЖ, блядь, за то, что его... Димари у нас выходит. А у нас Арсенал, блядь, в Кингтарян уходит. Ремзи... Вот, точнее, да-да, в Кингтарян уходит с поля, блядь, Ремзи выходит на поле. Заебись угловой. Удар и свор. Молодчина. Ну что, продолжаем мы игру. У нас заканчивается основное время. Ну это пиздец, удар от ворот будет. Ну, мы продолжаем игру дальше. У нас рейтинг не слишком высокий. В этом матче мы особо ничего не можем сделать. Даже с Миллером. Бля, дебай, как мне врезался-то игрок. Все, желтый катыш к нашим игрокам. Заебись, вообще просто офигенно. Горчичник для игрока ПСЖ. Последний раз его предупреждает арбитр, если он продолжит... Я вон там сыграл. Грубовато, да, согласен. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Гранит, Джак, Ремзи. Арсенал с мячом на фланге и есть куда бежать. Малень для удара. А вот Ремзи... Охуеть просто, блядь. 3-0. Нас сделает Арсенал. Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Очередной гол Арсенала в этом матче все понятно. Да, и вряд ли уже получится упустить победу. Отчуменно просто. Поздравляем Ремзи с голом. Бля, они нас сделали, мы уже не знаем, что делать. Меня даже не заменить, по идее, уже. Прошли в атаку. Блядь, не там упоздаю. Блядь. Блядь. Они выпускают на поле. А почему на фланг, я что-то не понимаю. Хорошо отыграли. Хорошо отыграли, вообще замечательно. И опять в аут от нашего игрока уходит. Замечательно просто. Ёпта и мать, как опасно это было. Убирать. Томас Мюллер. Удар! Один отыграли. Один отыграли. Обещает они интригу в игру. Хотя и горят... Какую интригу здесь. Это отчуметь просто здесь. В правый нижний угол мяч он отправляет. И самое главное, что он пробил не только сильно, но и очень важно, что точно. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого раковса. 3-1 счет. Результативный получается матч. Гранит Джака. Блядь. Чуть-чуть не хватило отнять мяч. Уильямс. Ты нас замучил уже своими голами. Блядь. Я в нем застрял. Много еще играть. 10 минут. Тонас Магедеш. Уиллер. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в парк. Блядь. А если забили бы тут гол вообще было бы супер. Такой мог бы гол быть. Силый и красивый, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Блядь. Начинается что-то у нас получается, но это в конце уже матча. Это очень жаль. Марко Верать. Томас Мюллер. Нужен на эсс. Спрасывает мяч. За лицевой мяч. А мог бы за линией ворот. Не обидел. Какой хороший удар. Снова. Ну. Тут. Ракус. Слишком. И на месте сидел игрок. Мы ныряем. Тем более. Не удается нам выиграть Арсенал. Слишком трудный. Заебись, поддаем Блять, ну зачем это надо было делать Все, контратака пошла Ну мы бежим, 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 бежим Мне пофигу, 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 пофигу Да, дубль пока не получает у этого игрока Точный пас, он сегодня почти не ошибается Все, свисток 3-1 мы проигрываем Жаль Здорово, они провели весь турнир и классно показали себя сегодня Крайне важно начать новый сезон с позитивных эмоций Поздравляем на финал и Дэнни Уиллер с победой И то, что сегодня матч, пожалуй, крайний баг Как-никак это встреча с Алисом Кандером И мотивировать их как-то еще на эту игру не было никакой необходимости Да, это добавило интриги матча Сейчас Дэнни впереди по количеству трофеев в этом сезоне Но чем ответит Алис? Да, Константин, нет ничего более обидного, чем проиграть в финале А что, капитанскую повязку что-то таскает еще? А, не, мне показалось, капитан у нас, блядь, Чех Мы же поздравляем всех болельщиков в этой команде с победой в турнире Саму команду и всех тех, кто любит футбол Конец турнира это всегда праздник только для одной команды Но рождение новых, наверное, для всех, кому не повезло Команда в полном составе на поле И все готово к памятной чемпионской фотографии Это история клуба, которая творится у нас на глазах Лена не особо себя не похож на самом деле А Бамиян в жопе всех, блядь, просто так Ну, это мы все прекрасно видели, мы проиграем все еще там 3-1 Чего, 90 минут отыграет одной головой, одной паса Рейтинг 7,1, коса мяча 24 Процент передачи 89, точный пас 18, важный пас 1 Один мимо, вообще ничего не сделали Защита у них хороша была в этом матче Так у нас просто события, что у нас дальше ждет, я не знаю Придумают они какой-то разговор в конце матча Да Эй Алекс, по-моему, ты так и не извинился Слушай В прошлом сезоне все Все пошло просто наперекосяк Если б я мог Друг Честное слово Мне жаль Похоже, я был к тебе слишком строгим Хорошо, мы все снова друзья Ура! Суши? Стой, в Японии есть суши? На кого я трачу время? Блин, никак не привыкну к русской озвучке А чумена просто Так, новый костюм и все остальное У нас появится Ну, на этой ноте, я думаю, мы остановимся Уже увидимся в следующей серии Трик-прогождение Все, удачи вам И пока! Субтитры сделал DimaTorzok